У нас получилась такая лаконичная сессия с одной стороны, с другой стороны. Очень приятно понимать, что за последние годы, когда я выступаю модератором и ведущей таких интервью, а у нас получились мини-интервью на сцене, очень приятно, что появились уже разговоры о все-таки стратегическом видении бизнеса наперед. Интересно было услышать от того же бренда Александр Богданов, о том, что они разрабатывают 50-летние стратегии, вроде как в наше время это не принято. С другой стороны, о том, как и нужно ли развивать франчайсинг направление, об этом мы тоже поговорили. В целом, если подводить такой короткий итог именно самой сессии, это все так или иначе вкладывают сейчас в развитие персонала, в развитие вот этой очень важной сейчас задачи для бизнеса, и понимают, что ритейл в каменной рознице, то есть все-таки в магазинах, а не только в аналоге формате, начинает возвращать свои не менее сильные стороны. И условно фокус внимания владельцев бизнеса все-таки обратно смещается в обычное развитие магазинов в торговых центрах, в стрит-ритейле. Вот, что интересно услышать, потому что все-таки последние годы мы много очень говорили именно об онлайн-продажах. Надо сказать, что я не сразу нашла тот зал, в котором мы работали, ровно потому что там, где обычно уже стоят стенды, что нельзя не отметить, ровно потому что выставка явно разрослась. Очень приятно видеть знакомые лица, не менее приятно видеть, что новые компании тоже приходят и начинают работать с представлением своей продукции, своих брендов, партнерам. И то, что касается торгового оборудования, отдельные направления, вижу, что коллеги развивают, это непросто. Но для того, чтобы современное магазиностроение развивалось, нужно, чтобы партнеры такого характера тоже на выставке были и находятся в достаточно понятном месте, дошла, посмотрела. Очень много людей. Вот сейчас в завершении первого дня я вижу, какие огромные очереди на получение одежды, потому что действительно в целом между стендами практически не протолкнуться. Большое количество уже в первый день, в открытии выставки, я наблюдаю. Классические пожелания продолжать развивать направление фэшн-бизнеса и не забывать вокруг смотреть, потому что то, как сейчас в целом развивается российский ритейл, как в чести продажи одежды, так и в другом направлении, это дорогого стоит. И то, насколько у нас изменился покупатель, это в том числе зависит от нашего вклада в СЕХ в развитие современного российского покупателя. Так что успехов, хороших продаж и комфортных партнеров, с которыми можно строить в том числе и 50-летнюю стратегию.